Всем привет и добро пожаловать на мою кухню. Меня зовут Юля. Я очень рада, что вы заглянули ко мне в гости. В этом видео я покажу вам, как я готовлю трюфели из белого шоколада. Я немного решила отступить от классического рецепта и обогатила конфеты всевозможными кондитерскими добавками. Ну а для того, чтобы конфеты сохранили классический вкус трюфеля, обваляла их в бельгийском алкализованном какао. Это невероятно вкусные конфеты. Процесс их приготовления очень прост, а результат просто сногсшибательный. Вы знаете, когда мой сын впервые попробовал эти конфеты, он сказал, мама, это что-то невероятное. Это умопомрачительно и можно проглотить язык. Я думаю, ради такого стоит досмотреть этот рецепт до конца, попробовать, приготовить и сойти с ума от наслаждения. Давайте приступим. Для приготовления конфет по классической технологии потребуется всего 4 компонента. 3 для приготовления. Это белый шоколад, сливочное масло и жирные сливки. Жирность лучше брать где-то 33-35%, не ниже. И какао-порошок для обвалки. Но можно использовать и кокосовую стружку, и вафли, в общем, все что угодно. А я же этот рецепт немного дополнила и от себя уже внесла кедровые орешки, малиновое пюре, кусочки сублимированной клубники и добавила вафельную крошку. Вы себе даже представить не можете, насколько вкус заиграл по-другому. Очень-очень вкусные конфеты получаются. Давайте сейчас именно это мы и приготовим. Сразу скажу, что количество продуктов можно пропорционально либо увеличивать, либо уменьшать. Для приготовления этих конфет я буду использовать 300 грамм белого шоколада. Вот здесь вот у меня 150 миллилитров жирных сливок. Я использую сливки жирностью 35%. Также мне потребуется 40 грамм сливочного масла, 15 грамм малинового пюре. Можно брать абсолютно любую ягоду. И свежие ягоды можно перетереть в пюре. Можно также уже использовать готовое консервированное пюре. Все на ваше усмотрение. И из дополнительных компонентов. У меня здесь 50 грамм кедровых орехов. Поверьте, кедровые орехи в этих конфетах прям вот как нельзя лучше вписались в этот рецепт. Сублимированные клубники возьму где-то примерно столовую ложку. И также по вкусу немного добавлю вафельной крошки. Что нужно будет сделать первым делом? Смотрите, пюре фруктовое я отправляю в сливки, перемешиваю и довожу практически до кипения, но не кипячу при постоянном помешивании, чтобы сливки не пригорали. И шоколад мне сейчас нужно будет растопить на водяной бане. Сливки, как видите, приобретают такой нежно-розовый оттенок за счет добавленного пюре малины. Что касается растапливания шоколада, как только вода вокруг сотейника, в котором находится шоколад, закипела, я огонь выключаю. И вот просто-напросто начинаю шоколад перемешивать. По горячим стенкам кастрюльки. Этой температуры будет достаточно для того, чтобы шоколад довести до нужной консистенции. Перегревать его тоже не стоит. Как только вы видите, что пошли вот эти вот пузырьки, и сливки ваши хотят закипеть, выключаем плиту. И теперь нам сливки нужно обязательно остудить. Горячий их добавлять в шоколад ни в коем случае нельзя, иначе он расслоится, вся масса расслоится, вы просто-напросто выбросите ее. И для того, чтобы быстрее сливки остудить, я ставлю их в миску с холодной водой. Шоколад полностью растопился до однородной консистенции. Его же я, наоборот, пока держу в горячей воде, пока остывают сливки. И дальше. Самый основной момент. Сливки у нас охладились практически до комнатной температуры. Шоколад теплый, но не горячий. И теперь начинаем обе массы соединять. Причем соединяем мы это прям, знаете, небольшими порциями, понемножку. И перемешиваем. Если мы сразу сейчас все вольем, то совершим большую ошибку. Прямо, знаете, по чуть-чуть. Вот так. И мешаем. Вы прям с первых шагов уже поймете, правильная температура или нет. Поэтому вот этот самый, знаете, основной момент. Всегда обращайте на него внимание. Температура шоколада и температура сливок. Сливки ни в коем случае не горячие. Дальше мы уже можем вводить сливки более интенсивно. Смотрите, масса начинает меняться. Она становится какой-то такой текучей и глянцевой. Именно так и должно быть. То есть она должна быть очень глянцевая. Вот такая вот. Видите? Как помадка. Консистенция, как у помадки. Обязательно перемешивайте до однородности. Ввели порцию сливок. Перемешали. Вводим последнюю порцию сливок. И пока еще шоколадная масса теплая, я добавляю сюда сливочное масло. Будет здорово, если кусочек масла у вас немножечко полежит при комнатной температуре и слегка подтает, чтобы ему было проще соединиться, быстрее раствориться в теплой массе. Вот на этом этапе приготовление классических трюфелей можно считать законченным. Дальше все это отправляется в холодильник до застывания массы. И затем придается форма застывшей массе. Но поскольку мы с вами готовим не классические трюфели, на этом же этапе я добавлю сюда кедровые орешки. Напомню, у меня здесь их 50 грамм. И они как нельзя лучше сочетаются. Вот прям очень здорово. Очень гармоничный вкус получается у конфет. И добавлю сюда 2 столовые ложки сублимированной клубники. Еще раз хорошенечко все перемешаю. И отправляю эту массу загустевать на холод. Через 3-4 часа я достаю массу из холодильника. Кстати, можно сделать все это дело на ночь. А с утра сделать трюфели тоже возможно. Масса должна быть очень густая. Посмотрите. Работаем обязательно в перчатках, потому что сейчас будет самая грязная, самая липкая работа. Вот такая должна быть масса. Работать я буду на силиконовом коврике. Присыпаю поверхность какао. И выкладываю нашу шоколадную основу. Самое главное сейчас удержаться и не съесть все за раз во время приготовления, потому что это очень вкусно. Вы знаете, мне очень понравилось добавлять вафли в эти конфеты. Где сейчас купить вафли, это не проблема. Если, может быть, у вас есть в наличии какие-то остатки, может быть, выпекли. Сейчас также они продаются во всевозможных кондитерских магазинах как наполнители для сладостей. Присыпаю и ими наш шоколад. То есть фантазируем на ваше усмотрение. Какао немножко отодвигаю. Рано я его высыпала. Сначала обваляю все это, соединю с вафельной крошкой. Вот так. Работаем с этой массой, как с тестом. Только помним, что она очень липкая, быстро тает. И с ней нужно работать максимально быстро. С вафельной крошкой я все это соединила. Теперь немножечко в присыпанном какао. Прям вот, посмотрите, очень быстро тает. Вот так. И теперь я просто-напросто отщипываю кусочки, скатываю их в шарики и обваливаю в какао. Вот так. Ничего сложного. Очень простой процесс. Грязный, липкий. Но результат получится невероятно вкусный. Вот прям сейчас неэстетичный такой процесс получается. Но извините меня. Давайте еще одну конфетку скатаем вместе. Вот так. И на тарелку. Сразу желательно эти конфеты заморозить. А потом хранить в холодильнике. Как вы понимаете, трюфели при комнатной температуре начинают подтаивать. Поскольку здесь и масло, и шоколад в составе, и сливки. Все это желательно хранить в холоде. Форму можно придать абсолютно любую. Можно сделать пирамидку, можно сделать кубик. В общем, все на ваше усмотрение. Но я люблю делать шарики. Кстати говоря, можно обваливать не только в какао. Можно обвалять в кокосовой стружке. Например, можно также в вафлях обвалять. Давайте сейчас одну сделаем в вафельках. Вот так, если покатать. И потом в вафельные крошки. Тоже получается очень здорово. И вот, пожалуйста, вот такое количество конфет у меня получилось на выходе. Взвесила готовый продукт. Порядка 600 грамм. Из того количества ингредиентов, которые были заявлены в самом начале. Сейчас конфеты я уберу в морозилку на несколько часов. А дальше конфеты можно убрать на хранение в холодильник. Но предварительно убрать в какой-нибудь контейнер или коробку. Для того, чтобы они не впитывали посторонние запахи. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам удачи. Всего самого наилучшего. Ну и, конечно же, обязательно попробуйте. Приготовьте. Это невероятно вкусно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!